Вятские старости В этот день, сто лет назад, вятские газеты писали Когда-то вятская губернская управа практиковала выписывать медикаменты из-за границы Как для своих лечебных заведений, так и для уездных земств Но затем почему-то это прекратилось Малмышская уездная управа во исполнении поручения земского собрания Разрабатывая вопрос о совместной с другими земствами выписке медикаментов Обратилась в губернскую управу с вопросом Не согласится ли она принять на себя хлопоты По объединению уездных земств вятской губернии для этой цели Пьяному море по колено В подтверждение этой пословицы вятский житель, предварительно изрядно выпив Разбил окно в доме стражи порядка и оскорбил его жену Как это было и чем закончилось, рассказала газета «Северное слово» столетней давности В среду на квартиру городового первой части Суходоева, проживающего в Слободе Дымково В пьяном виде произвел нападение житель той же Слободы Николай Шубин Выбил в окне стекло, обругал неприличными словами жену Суходоева При этом добавил Не то еще будет, если заявишь в полицию На Буяна составлен протокол и он привлекается к ответственности С заботой о зеленых насаждениях города выступала газета «Вятская речь» столетней давности Недавно сообщалось распоряжение городской управы обрезать верхушки деревьев Так, чтобы они были на саже ниже телефонной проволоки Теперь рабочие по прокладке водопровода на Никитской улице между Преображенской и Московской Огораживая вырытые ямы, безжалостно вбивают в деревья Четырехвершковые гвозди по несколько штук в каждое Видимо, со стороны управы нет никакого досмотра за тем, как производятся городские работы «Вецкие старости» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова